В эфире седьмого новости. Мы подводим информационные итоги дня в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Пелгороднестровском районе вандалы надругались над кладбищем. Работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана могут не начаться. Мы подозреваем, что, возможно, была какая-то фальсификация с нашими документами. Одесса превратилась в Монте-Карло. Что предлагают отдыхающим местные умельцы и каковы расценки. В Пелгороднестровском районе вандалы надругались над кладбищем. В селе Монаши уничтожены полторы сотни памятников. Полиция пока никого не задержала, но в селе уже поговаривают о секте оккультистов. Там вот у меня внучки сначала крест сбили с памятника. А потом его перевернули. Родителей побили, геть памятник. В селе Монаши как будто массовые похороны над кладбищем. Звучит плач и стук молотков. За один вечер здесь уничтожили 152 памятника и креста. Кладбище находится в лесу за селом. Поэтому вандалов никто не видел. Но судя по разрушениям, их было много. Ни один, ни два человека это не сделают. Потому что мы попробовали поднять вот это вот. Это невозможно. Это, наверное, не человеческая сила. Я не знаю, это надо быть какими-то такими вандалами, какими-то вурдулаками. Люди нету ни совести, ни веры в Бога, ни страха Божьего. Ничего. Селяне жалуются, что оперативники ехали к ним весь день. Когда полицейских наконец дождались, они все равно ничего не нашли. Приехали они вчера. Походили, походили, записали. Криминалист приехал аж в 7 часов вечера. Ни отпечатков, ничего нет. Я думаю, что милиция нам сделает отказ. И они делать ничего не будут. В полиции Белгорода Днестровского объясняют. На весь район у них только две следственно-оперативные группы. На них приходится по полсотни выездов в день. Многие у нас сотрудников, которые не прошли переаттестацию, были освободены. Многие из каких-то причин сами пошли из полиции. И поэтому на сегодняшний день у нас очень большой некомплект. И на обслуживание такой большой территории действительно не хватает людей. По мнению полицейских, кладбище разгромил кто-то из своих. Местные рассказывают, недавно подростки из села Монаши организовали не то банду, не то секту. Себя не называют черными ангелами. Это дети, да, малолетки. Они из нашего села, да, есть дети. Они из неблагополучных семей. И как бы вот так вот. Недавно у нас по селе прошли все таблички. У нас есть на дворах вот таблички, номера домов. Они это все позрывали. Просто тоже прошли за центральную улицу и взорвали все. И какие там афиши у нас были. Это же они все взрывают. Ну, никто не обратил на это внимание, потому что подумали, что, как бы, ну, просто так вот, там, чешалость какая-то детская или что. Ну, теперь дошло до кладбища. Завтра пиде по селу. Вандалам грозит штраф или даже тюремный срок до трех лет. Если преступниками окажутся несовершеннолетние, наказание за них понесут родители. Александр Полуев, Константин Гак, Константин Ложневский, 7 канал. Старая акация чудом не упала на человека. На улице Семинарской рухнувшее дерево задело рядом еще одно. В итоге два пострадавших авто. Улица Семинарская. Военная прокуратура, политех и старое рухнувшее дерево. Ветки акации и каштана накрыли два автомобиля. Только чудом никто не пострадал. Этой акации больше 40 лет. Дерево прогнило изнутри, рухнуло само по себе. Расколовшись пополам, одна часть зацепила стоящий вблизи каштан. Ветки уже двух деревьев повалились на припаркованной рядом автомобиле. Люди чудом не пострадали. Я вот тут стоял вот так. Слышал веточки сухие, мелкие сыплется. Наверное, белка что-то шуршит. Вот делают два шага. Только слышал, трес, трес. Ну, я думаю, быстрее успеть это гнать. Только успел дверцу приоткрыть, и тут это масло летит. И охлоп на пол и упал. Вот это все, что я успел сделать. Там, если посмотреть, там просто сгнило в середине это все дело. И оно рано или поздно должно было бы упасть. У нас таких деревьев, по-моему, очень много в Одессе. Зелентрест так хорошо работает. Дерево очень старое. Должна проводиться какая-то инспекция с зелентрестом, деревьям этим, которые пришли уже в негодность очень давно. Они, наверное, уже, не знаю, родственники нашему корпусу. Это очень было страшно, очень было неприятно. Ветра никакого не было. Это говорит о том, что дерево просто пришло уже в негодность до такой степени, что травмировало и машины, могли люди погибнуть. Местные говорят, дерево очень старое, но горзелентрест свое внимание на него так и не обратил. С самого утра под Одесской облгосадминистрации митинговали. Акцию организовала Федерация профсоюзов области. Присоединились также активисты партии «Батькивщина» и «Союз левых сил». Против чего выступали и к чему пришли, узнавала Анна Грынев. Ровно в 10 утра под Одесской ОГА активисты развернули плакаты и флаги. Все они выступали против повышения тарифов. Большинство пришедших – пенсионеры. Тарифов нет! Тарифов нет! Здравствуйте. А против чего? Я не хочу. Что-что? Я не хочу говорить. Так вы же на митинг пришли. Против чего? Против повышения тарифов на газ, на свет, на все. Потому что зарплата служащих не соответствует тем тарифам, о которых говорит правительство. Митинг организовала Федерация профсоюзов Одесской области, активисты партии «Батькивщина» и «Союза левых сил». Представители противоположных политических лагерей заверили нас, что временно объединились и никаких конфликтов на акции не будет. Я уже успела заметить, что есть здесь представители антиукраинского движения, антимайдана, люди, которые когда-то были на Куликовом поле, как вы с ними, собственно, сейчас стоите на одном митинге? Вы знаете, я не знаю представителей антимайдана, потому что у меня противоположная позиция. Я патриот, я люблю ненькую Украину. Но если люди кинутся на призволяющие, то мы не распределяем антимайдан или майдан. Мы все украинцы. Я смотрю, здесь много представителей патриотических партий, что отличается от ваших взглядов, как вы, собственно, вместе. Вы знаете, на сегодняшний день много так называемых патриотических партий поддерживают или идут против властей по экономическим вопросам. Но все же небольшой конфликт между митингующими произошел. Не могли определиться, на каком языке скандировать лозунги, что говорить, гоньба или позор. Позже активисты единогласно проголосовали за резолюцию против тарифов. Этот документ передали в ОГА. Под конец мероприятия один из организаторов, кстати, представитель антиукраинского движения, призвал всех почаще собираться на акции протеста. Я призываю профсоюза. Эти митинги и эти акции почаще делать. Митинг против тарифов продлился ровно час. После все организованно подошли к своим автобусам и разъехались. Анна Грынев, Евгений Руденко, 7 канал. Апелляционный суд рассмотрел иск Александра Григоренко. Я напомню, мужчину уволили из Университета внутренних дел за дискредитацию ВУЗа. В апреле прошлого года в авто Григоренко общественные активисты нашли российский флаг и георгиевскую ленту. Сам истец посчитал это нарушением своих прав. Апелляционная жалоба была удовлетворена частично. Полнотехственно, я уже сказал, можно будет увидеть во всеобщем доступе. Десятки общественных активистов присутствовали сегодня на судебном заседании, следили за законностью процесса. Тем временем работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана могут не начаться. Мэрия не смогла отдать тендер на ее реконструкцию. Компания, которую связывают с мэром, решила просто аннулировать результаты торгов. В теме разбирался Игорь Хмурый. Ранее мы рассказывали о резонансном тендере, в котором неожиданный конкурент Росдорстроя предложил на 6 миллионов меньше, при общем бюджете проекта 40 миллионов. Чиновники попытались отказать победителю, компанию «Укрспецтехника», раз за разом придумывая бюрократические нелепости. К слову, Росдорстрой давно связывают с окружением Геннадия Труханова. Шум скандала дошел даже до руководства Одесской области. Из-за резонанса тендерная комиссия запросила у авторов самого выгодного предложения целую кипу документаций, но даже получив ее, с ответом не торопилась. Мы неоднократно к ним обращались, с просьбой разъяснить, почему тянется время, почему какие-то условия, которые они к нам новые хотят от нас. Они никаких ответов не дали. Мы отправили три письма, ни на одной из них не было ответа. Также с решением об отмене торгов только сегодня получили письмо. То есть по законным срокам они вообще не вписываются в них и просто гонорируют законы, законные сроки. Комиссия провернула нехитрую топорную схему. Из трех претендентов она техническими уловками выбросила двоих и заявила, в аукционе законно участвовала одна компания, естественно, Росдорстрой. А значит, результаты торгов не подходят. Филипп говорит, причины отказа его компании противозаконны и даже попахивают уголовщиной. Они, допустим, пишут, что не заверенная подписью, не заверенная печатью, но по условиям тендерных торгов это является несутевым нарушением и из-за него нельзя отменять, скажем так, торги. Это первое. Второе, они пишут якобы нету части трудовых книжек. Но мы не первый год на рынке, мы уже довольно-таки долго участвуем в тендерах. У нас постоянная проверка документов, которые мы отправляем на тендера. И я у вас уверяю, что все ксерокопии книжек трудовых были в наличии. Мы подозреваем, что, возможно, была какая-то фальсификация с нашими документами и их просто или вырвали, или изъяли как-то. Укрспецтехника попробует отбить свой тендер в судах, но в успешную борьбу со строительной гидрой Росдорстрой Филипп верит слабо. Скорее всего, считает он, комиссия попробует тихонько провести новый тендер, проследив, чтобы о нем узнали только нужные компании. Тем временем, частики тикают. Если до конца лета работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана не начнутся, скорее всего, их перенесут еще на год. Ну а соседи буйного водоема потерпят им не впервой. Судя по всему, для кое-кого 6 миллионов гривен намного важнее, чем безопасность тысяч горожан. Игорь Хмурый, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Забор «Неваляшка». На пляже в районе дачи Ковалевского вновь появился забор, преграждающий дорогу к морю и пляжу в районе так называемой лаборатории «Инфоксводоканала». Когда на место с проверкой приехал Михаил Саакашвили, ограждение исчезло. И глазам отдыхающих открылся шикарный комплекс на берегу моря, который, по словам главы области, принадлежит экс-министру экологии Владиславу Злочевскому. Фотографии с забором на пляже в районе дачи Ковалевского местные жители сделали специально. Показать Михаилу Саакашвили, который уже сносил здесь ограждения в прошлом году. Однако уже сегодня от забора остались лишь следы. В «Инфоксводоканале», у которого здесь якобы находится лаборатория, решили не повторять прошлогодний опыт. И сами демонтировали конструкцию вокруг шикарного строения над пляжем. Вот эта вещь содержит одесситы за счет тарифов завода. Забор поставили за их счет. За счет одесситов и сняли за их счет. Вы что думаете, они свои карманы оплатили? Вы платите каждый день, мы платим каждый день им, чтобы у них был бассейн с золотой рыбкой. По словам Михаила Саакашвили, богатая усадьба, она же лаборатория, принадлежит скандальному бывшему министру экологии Владиславу Злочевскому. Ситуация такая, что этот человек Злочевский пребывает в эмиграции. После того, как он украл много-много миллионов долларов государственных денег, будучи министром экологии, то есть министром, который контролировал эту сферу, и он потом, он находится за границей, у него есть лаборатория так называемая. Я недавно был в лабораториях наших медицинских, например, куда-то, где раковы больные ходят. И каких они состояния, мы можем увидеть. А лаборатория Злочевская выглядит, как самая роскошная вилла на Средиземном море. И чтобы вы знали, это не собственность Злочевского. Это все имущество, инфокс, водоканал. А мы его, а это не его собственность. А мы арендуем счет этого. И он, как-то соучредитель, арендует все, и в инженерной сети, и все остальное просит. Чтобы опровергнуть информацию о том, что здесь обустроена лишь лаборатория, Саакашвили провел экскурсию по усадьбе на самом берегу. Статуи, фигурно подстриженные кустарники и пара бассейнов, один из которых обитаемый. Посмотрите, рыбки. На ужин хорапагу. Дорогие одесситы, вот так? Вот тогда вы платите за вашу воду? Мы еще кормим этих рыбок. Мы кормим этих рыбок. Вот эта вот вода, эта вода, которая идет со штольни, часть мы ее берем, вот для этих рыбок. И смотрим, какая она идет. Остальное выбрасывается в море, вы все смеетесь. По мнению главы обл. администрации, решение народных депутатов о снятии депутатской неприкосновенности в отношении Александра Онищенко – показуха, поскольку ему сначала дали уехать. Так же, как не верит Саакашвили в серьезность уголовного преследования экс-министра экологии. Некий Злачевский, который сидит в Израиле, которого ищет не только украинская прокуратура, якобы ищет, а ищет много еще на него дела там в Европе, в Америке. А этот Злачевский каждый день. Ну, если эту рыбу не ест, то, по крайней мере, получается отсюда деньги. И все очень просто. И все очень просто. Вот так. Пока вот Злачевский сидят, я никогда не поверил, что Онищенко там кто-то серьезно хотел посадить. Пока Злачевский, вот всем этим орудует. В то же время работники Инфоксводоканала настаивают на необходимости установки забора, который сами же и снесли. Александр Полуев, Евгений Руденко, Седьмой канал. Шлагбаум на спуске к пляжу на 13-е фонтана также необходимо снести. Такое мнение высказал председатель Одесской ОГА во время своего визита на побережье. По его словам, одесситы и гости города должны иметь альтернативный доступ к морю, бесплатный. К тому же сама законность пункта пропуска вызывает сомнения. Попробуйте карточку запросить. Карточки нельзя, потому что это можно фальсифицировать, а карточку там можно предъявить. Обычно, обычно грабеж у тебя на днях, под прикромом мере Одессы. Поэтому я хочу сказать начальнику полиции, мы должны, я думаю, что это абсолютно незаконная вещь. Во-первых, там схемы не было больших постоянно. Во-вторых, все документы должны мы взять, подать в суд. Это слабо, мне кажется, мне надо убрать. В то же время предприниматели, которые собирают с отдыхающих деньги для обустройства самих стоянок, не делают ничего. Вот как работает Борсовет Одессы, значит. Есть такая женщина Лазовенко Марина, она один из руководителей комиссии по транспорту, Борсовета. Вот она реально вот за этой стоянкой. Что это стоянка? Вот посмотрите. Какой-то тип взял, перегородил несколько таких больших участков у самого многолюдного пляжа города, одного из самых многолюдных. Вообще никакого, ни копейки не уложил. Посмотрите, какие-то ямы какие-то, посмотрите, ни разметки, ни разрешовки, паркинги, как должны быть, за инвалидом какие-то вещи. Ничего нет. Ни ровного асфальта, ничего нет. Что просто подступить за пляж. Как змея Горыныч сел на подступок к пляжу и не пускать людей без того, как платить деньги. Тянучка из фур зерновоза вдоль дорог, которые ведут к портам Большой Одессы, существенно поредела. Во всяком случае, на Николаевской трассе немалая часть потока ушла на новую площадку, построенную компанией ТИС «Зерно». Заверяют аналогов подобной стоянки большегруза в других портах нашей страны нет. Детальнее об этом в следующем сюжете. Тянучка из фур вдоль Николаевской трассы – картина, повторяющаяся под Одессой из года в год в летние месяцы. Тягачи с грузом зерна ждут своей очереди на проезд в порт. При этом водителям по нескольку дней приходится стоять в антисанитарных условиях без еды и питья на раскаленном асфальте. Да и дорожной безопасности колонны, мешающие проезду другого транспорта, не добавляли. В этом году ситуацию в корне поменяло открытие компании ТИС «Зерно» специального отстойника. Мы сейчас с вами находимся на технологической накопительной площадке компании ТИС «Зерно». С целью исключения простоя грузовиков на дорогах общего пользования, учредителями компании было принято решение о строительстве такой накопительной площадки. На сегодняшний день накопительная площадка умещает в себя до порядка 500 грузовиков. Пять гектаров вымощенной плиткой земли отведено под отстой автопоездов. Нам говорят, таких больших припортовых стоянок нет во всей стране. Всю масштабность этой картины оценить можно только с воздуха. Здесь водители спокойно могут дождаться своей очереди к разгрузчикам. Самим дальнобойщикам новшество уже успело полюбиться. Говорят, здесь намного спокойнее и безопаснее, чем на трассе. С площадкой новой легче стало? Ну, конечно. Отдохнуть можно, спать нормально. Спокойнее, чем на дороге стоит? Конечно, конечно. Намного спокойнее. Помимо заботы о водителях, эта площадка существенно разгружает дороги общего пользования. С места стоянки до места разгрузки фуры переезжают по технологическим дорогам, построенным исключительно за счет частных капиталовложений. Да и автомобилистам на трассе без этих кавалькан стало куда легче. Сейчас на площадке терминала ТИС стоит около 500 фур с грузом зерна. Еще столько же логистически грамотно расставлены по технологическим дорогам предприятия. А теперь представьте на минутку, что все эти большие грузы ожидают своей очереди на разгрузку вдоль трассы. Длина предполагаемой пробки составила бы 25 километров. По словам директора ТИС «Зерно», на этом фоне несколько нелепо выглядят высказывания представителей некоторых околообщественных организаций, что едущие на терминал фуры стали причиной увеличения количества ДТП на близлежащей трассе. Я могу с полной ответственностью заявить, что грузовики, которые едут по направлению Одессы, либо Николаева, которые находятся на трассе, это грузовики, которые идут не в адрес компании ТИС «Зерно», а идут на предприятии других терминалов. Наши грузовики, которые идут в наш адрес, находятся исключительно на нашей площадке. Впрочем, на эти пересуды в компании особого внимания не обращают. А вот площадку планируют развивать и дальше. На очереди освещение, ограждение, зона отдыха и установка въездных-выездных комплексов. Это еще больше ускорит время обработки грузового транспорта. Наблюдали за масштабным стойбищем большегрузов с высоты птичьего полета. Сергей Бандур, Андрей Кульба, 7 канал. Социальный флешмоб против насилия. Пользователи Фейсбука откликнулись на призыв украинской журналистки Анастасии Мельниченко. Под хештегом «Я не боюсь сказаты» делятся на своих страницах в соцсети историями о домогательствах. Рассказывают о насилии, психологических травмах, общественном безразличии и осуждении. На призыв откликнулись не только женщины, но и мужчины. Одесса немного превратилась в Монте-Карло. Туристы отмечают зрелищ хватает, были бы деньги. Талантливые чудаки вместе с предприимчивыми дельцами оккупировали Приморский бульвар и Дерибасовскую. Что предлагают отдыхающим и каковы расценки, узнавали наши корреспонденты. В центре каждый норовит удивить своим недюжинным талантом. Здесь и душесчипательные духовые, и оточенная перкуссия, и бойкая гитара, предлагающая плясать под каверы. Встречаются также оригиналы, которые называют себя целителями. Седьмой канал попробовал сыграть этно-транс вместе с такими бродячими эзотериками. Для заезжих гостей припасены и услуги графолога. Мужчина с чемоданом и блокнотом бродит по Одессе и предлагает разгадать вашу тонкую натуру по одному лишь почерку. Еще один соблазн – стать добровольным банкротом. Это загримированные актеры, имитирующие статуи. Видите, ровно на пять гривен. Четко отрабатывает. Ай, молодец! Сложно вам держаться на воздухе? Довольно-таки нелегко, потому что чакры, все это надо очень серьезно напрягать. В среднем в том году, помимо этого у нас есть ангелы и бабочки, ну знаете, вообще фигур много. 500 гривен как минимум она должна зарабатывать. Предлагают туристам попробовать себя и в роли уточкиных. Символично. Это махолет да винчи. Такое интересное устройство. А какой в принципе его работы? Мы накручиваем резинку, за счет того, что резинка раскручивается, он машет в привычки. Сколько стоит такое удовольствие? Такое удовольствие стоит 80 гривен, так как это ручная работа, мы их собираем сами. Кого только не заметишь среди гостей города, каждый возит за собой свою историю, в которой, как правило, места для хвостовства роскошью нет. Можно отдохнуть, но недельку, но не больше. Деньги закончатся? Да, да. Но относительно наших доходов стало дороже. Некоторые приезжие внезапно скидывают перед нами обувь. А сейчас танцевальный привет от самых маленьких гостей из Харькова. Есть и явные любители наживы. Вопреки запрету на фотосъемку с животными, они продолжают заниматься своим хитрым промыслом. Эксплуатируют зверей вовсю. Полсотни метров в седле принесет прибыль хозяевам 50 гривен. Тут же, рядом, предлагают проверить себя на меткость. Сбить две бутылки одним ударом и получить вино в подарок. Каждая попытка 10 гривен. А сколько таких проб, можно лишь представить. Любителям сказок поиграть в золушку тоже вряд ли удастся. Решатся ли их принцы выложить 1600 гривен за час катания на карете по вольному маршруту. В неугомонном центре спешат исполнить любой ваш каприз. Рисуют баллончиками картины за 60 гривен. Делают татуировки за 20 гривен и выше. А вот еще одна заманчивая потеха. Но пылесос для вашего бюджета. Мы балансируем на таком сегвее. Он держит нас. Но удастся ли сбалансировать финансы? Ведь такое развлечение недешево стоит. В прошлом году Одессу посетили более полутора миллионов туристов. В 2016 сезон пока не закрыт и подводить итоги рано. Но, как видим, поток паломников за зрелищами не иссякает. Мария Сапкалова, Андрей Кульба, Седьмой канал. Таким был этот день. Завтра будут другие события. О них вам расскажет мой коллега Игорь Буренко. Я же напомню, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Это наш город и ваш Седьмой канал. Берегите себя и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин